Это было красивое утро. Утреннее море, синее и спокойное. В первые дни, как я приехал в детский санаторий на Черном море, услышал и был свален. Я нырнул в пол, но и там под водой было слышно. Мы не испугались, а начали играть в войну. Не подозревая, что где-то уже идет война. Не игра, не военные учения, а война. Через несколько дней нас отправили туда мамы. Я в Ростов. На город уже падали венка и вон. Все готовились к уличным воям. Мы лещели, строили баррикады. А мы, дети, старожили ящик, куда складывали бюджет с зажигательной смеси. Подвозили песок в воду на случай пожара. Все школы превратились в воздух. В нашей 70-й школе размещался армейский полевой господь далекоранен. Куда направили маму. Ей разрешали не меня брать с собой, чтобы не оставался один дома. А как отступали, куда легло господь, куда ехали. После очередной бомблежки запомнил груду книг среди разбитого камня. Подобрал одну. Она называлась «Жизнь животных». Большая, с красивыми картинками. Читал всю ночь и не мог оторваться. Помню, что военный, я не встал. Читать в войне уже не хотелось. А вот о животных, о птицах. В ноябре 42-го начальник госпиталя приказал подвести мне форму. Правда, ее пришлось срочно перешивать. А сапоги на меня не могли найти целый месяц. Так я стал воскресеньником госпиталя. Солдат. Что делал? Одни винты могли свести с ума. Их всегда не хватало. Приходилось стирать, сушить, скручивать. Попробуйте скрутить тысячу штук в день. А я наловчился еще быстрее взрослых. Ловко получилась и первая самокрутка. В день моего 12-летия старшина с улыбкой кручил мне пачку макорки. Покурил, тихонько от мамки. Воображал, конечно. Да и страшно. Я с трудом, кроме меня, боялся обожженых. С черными лицами. Когда разбомбили вагоны с солью и парафином, и то, и другое в дело пошло. Соль поварам, парафин мне. Пришлось овладеть специальностью, не предусмотренной никакими воинскими списками. Делал свечи. Моя задача, чтобы свечи долго горели, ими пользовались, когда не было электричества. Под бомбежкой. Под обстрелом. Били из минометов. Сержанта убило. Возьмите меня. Меня как-то темно. Потерял речь, а когда снова заговорил, все равно осталось заикание. Оно и сейчас у меня есть. Все удивлялись, как я выжил, а у меня было другое чувство. Разве меня могут убить? Как это меня могут убить? Возьмите меня. Проехали мы с госпиталем всю Беларусь, Большую. Я выучил кольские слова. В Варшаве среди раненых оказался чек. Тромбонист прашской оперы. Начальник обрадовался им. И когда тот пошел на поправку, попросил обойти по палатам и поискать музыкантов. Оркестр получился отлично. Меня научили играть на альте. На гитаре научился уже сам. Мы играли от солдата в палат. Играли мы веселые песни. Так доехали в Германию. В одном разбитом немецком поселке. Увидел. Детский велосипед валяется. Обрадовался. Сел и поехал. Хорошо так идет. Я забыл. Я забыл. Ни одной детской вещи. Я забыл. Что они где-то существуют. Детские игрушки. Я забыл. Забыл. Потому что вырос. На войне. В разведку идут следопыты. Туда, где когда-то ровесники шли. Не будут. Не будут. Не будут забыты. Ребята. Герои. Родимы земли. И кажется, снова в борьбе их походят. Сегодня в льдах своих верных друзей. Коликов Леонид. Дубинин Володя. Котик. Матвеева. Звери. Козей. В мирные дни. Побеждает встроя. Волк от чистых годов. Славьтесь в веках. Пионеры. Герои. Славьтесь, товарищи. Вечно. Живые. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.